Здравствуйте, с вами снова Мистер Снейк, и мы начинаем проходить дополнение от Старкрафта под названием Брудвар, первая компания протасов. Мы должны найти решение, чтобы продолжить. Он уничтожил его для уничтожения, но многие зерги все равно проживают в нашем оборудованном оборудовании. Без конклава, который нам ведет, или поддержка нашей большой флит, мы должны прожить себя. Альдарис, правильный, экзекутор. Как мы both видим, зерги не проживут свою rampage до каждого последнего из нас. Я предпочитаю, что мы проживем до нашего последнего функционального оборудования, и проживем до места, где зерги не могут помочь. Протасов, зерги не проживутся из своих врагов. Ир, это наш мир в доме. Это здесь, где мы будем делать нашу стаду. Как вы сделали конклавы. Они теперь мертвы, Альдарис. Мертвы, потому что они позволили их проживаться в их причине. Только если мы узнаем от их ошибок, мы можем жить для их уважения. Теперь, экзекутор, я знаю еще место, где мы можем найти Салас. Это Шакурас. Мир секретный оборудование моего народа. Мертвы, темпы. Мертвы, темпы. Мы были видны как тиранты для них. Почему они нас защищают? Альдарис. Вы не оборудовались. Я не оборудовался себе для вас, альдарис? Не все люди не оборудованы как тянули, альдарис. Ты прав, конечно. Экзекутор, Зератул будет найти нас в пассажере на Граду. После Градуа была закреплена, Феникс и новый прятер Артанас будут проводить наши враговы в Шакурас. Экзекутор, я Артанас. Хотя я только сейчас пригласил в Преатур, вы можете верить, что я собираюсь удовольствовать и традиции Темпла. Мы увидимся. Эй, парни. Можете, если мы вместе? Я думаю, что идти в любом месте должно быть лучше, чем стоять здесь с зерком. Деландар Рейдор. Как всегда, твоя помощь обеспечена. Мы бы удовольствовались, если бы нас присоединили. Ну, оригинал закончен, и я думаю, самое время подвести какие-то итоги. Тасадар пожертвовал своей жизнью, чтобы уничтожить сверхразум. Он соединил энергию Кхалы и энергию Пустоты, вроде так называются, способности Темных Темпларов. И, ну, в общем-то говоря, при этом его тело распалось там, я не знаю. Ну, короче говоря, я так понял, что Кокадун, он просто погиб. Вот, и даже воскресить его теперь не удастся, чтобы посадить там в Драгуна. Конклав тоже уничтожен. Разные источники по-разному пишут, как он погиб. Какие-то утверждают, что Тасадар там всех убил, но я вот в упор не понимаю, когда бы он это сделал. Вот, а другие, которые я считаю более правильные, пишут, что некоторых убил Тасадар вот в той миссии, когда мы уничтожали сердце Конклава. Остальных же убили уже сами зерги, которые, как я понял, сейчас действуют совершенно бесконтрольно. Ну, вроде бы мы уничтожили все их мозги, ну, по крайней мере, которые должны быть на Аюре. И сейчас они предоставлены только самим себе. Но, тем не менее, даже сейчас они представляют опасность, и протосы решили все-таки сбежать со своей планеты, хотя, ну, вообще, по идее, это совершенно не в их стиле, и не все будут довольны просто сбежать. Вот, ну, это протосы Аюра, а протосы с Шакураса — это родина темных хромовников. Они, в принципе, привыкли так скрываться, кочевать с планеты на планету, убегать от своих проблем даже, наверное, поэтому для них, ну, это вполне все нормально — так поступить. И вообще, кроме Алдариса, ну, в принципе, и выступать-то больше некому. Там из героев остались только Артанис, за которого мы играли в оригинальном Старкрафте, теперь он претером стал. Феникс, который, ну, видимо, уже не претер, раз он в теле Драгуна, хотя, на самом деле, точно так и не понял, кем он сейчас является. Ну, и, в общем-то, сам Алдарис, который чуть ли не единственный выживший из касты судей, поэтому, ну, все пойдут за Зератулом, и никто с ним особо спорить, наверное, не будет. Тем более, что он поспособствовал спасению расы протасов, так что спустя многие годы теперь протасы, наверное, объединятся. Вот такая вот завязка на Брудвар, ну, касательно протасов, конечно же, только. Ну, там уже отписались, что в Брудваре наркоманский сюжет, конечно. Я вам скажу, что, на самом деле, в Брудваре совершенно другой сюжет, не похожий на Старкрафт. То есть, кто-то найдет в нем эпичности меньше, кто-то найдет даже больше. Он, можно сказать, совершенно другого плана. И, возможно, если вам понравился сюжет оригинала, то, может, не понравится сюжет аддона. Я бы сказал, что сюжет Брудвара тоже хороший и вполне тянет на дополнение. Вот, но на какую-то новую игру, конечно, нет. Но, тем не менее, я вот сейчас его пролистал. Мне он вначале показался не очень, честно говоря. За Тиранов там вообще непонятно, я ничего не понял. А потом, когда сыграл последнюю кампанию за Зергов, то, в принципе, все стало на свои места. И я подумал, что неплохо, неплохо. Можно было, в принципе, получше, но и так даже очень ничего получилось. Вот, поэтому надеюсь, что вам тоже сюжет Брудвара понравится. Как игра Брудвара, она определенно лучшая. Потому что здесь допилили нормальный баланс наконец-то. Потому что в Старкрафте я не уверен, что он был. Может быть, когда эта игра только вышла и никто контролить не умел, то было все нормально. Но Зерги, мне кажется, в Старкрафте вообще не контрятся из-за мута стека. И из-за того, что, ну, нет полной контры к нему у Протасов, потому что нет Корсаров. Ну, а у Тиранов, в принципе, контры нет, потому что у Голиафов нету дальности и потому что нету медиков. Вот, а остальные матчапы я, в принципе, не знаю. Не хочу рассуждать. Может быть, даже они вполне сбалансированы. Поэтому давайте не будем дальше эту тему развивать. Вот. Вообще, я проглядел все миссии Бродвара. Собственно, что-то к видео не выходили. Несколько долго до, что проходил их по-быстрому с читами. Вот, чтобы оценить сложность и вспомнить сюжет. И вынужден вам сказать следующее. Сейчас только посмотрим как сценку. Ну, помимо того, что они стали как-то более эффектно выглядеть там, особенно в начале, какие-то скрипты начали добавляться, то в них также и увеличилась сложность. Причем, по моей субъективной приблизительной оценке, довольно серьезная. Поэтому, возможно, даже миссии, которые чисто на микроконтроль, без потерь я проходить не смогу. Ну, в принципе, можно заморочиться, но я просто не очень хочу этого делать, потому что это неблагодарное занятие. Вот, и также там есть миссии, которые ну просто очень длинные, там где нужно вырезать всех. В общем-то, я думал, что такие миссии они в Старкрафте, но они оказались в Бродваре все, где нужно защищать карту полностью от зданий, а то бывает даже и от юнитов всех. Поэтому, возможно, некоторые миссии будут даже в двух частях выходить, пока я не знаю. Ну, я их попробую также укладываться в 20, максимум там 30 минут. Проглядите, вроде спидран какой-то есть по Бродваре, возможно, как-то можно будет там это все дело сократить. Так что вот, и о чем разговаривать в течение там какой-нибудь 40-минутной миссии, я ну не знаю, потому что я в принципе все про игру рассказал. Так можно объяснять чисто там какие-то технические моменты, там насчет баланса грейдов, там что-то посчитать или игроков. И скорее всего, ну придется мне вам даже про корейских про-геймеров рассказывать про каких-то, чтобы просто как-то эфирное время забить. Если там уж все так будет плохо, как мне кажется по предварительной оценке. Ну, тем не менее, я бы не сказал, что даже про корейцев слушать неинтересно. Просто, возможно, найдутся люди, которым это нафиг не нужно. Но тут уж ничего не поделаешь, потому что вставлять такие комменты, типа как Опа, мы сейчас микрим зератулом, отходим, атакуем, бежим и так далее, я не очень хочу. Поэтому, ну, как-то так. Ладно, сейчас миссия уже закончится, будет еще одна кат-сценка. Ну, Феникс с Рейнером прилетели к нам на помощь. Они прикроют наше отступление. Сами наши курсы, они не полетят. И, вполне вероятно, будут сожраны здесь просто зерками. Ну, увидим, короче говоря, что с ними случится. А пока часть закончена, до новых встреч, удачи, надеюсь, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok